Подготовку и переподготовку квалифицированных кадров мусульманского духовенства и служителей мечетей. Историков ислама, исламоведов, правоведов проводят не одно десятилетие в Карачаево-Черкесском Исламском институте имени имама Абу Ханифа. Дать хорошее знание студентам и улучшить условия для обучения старается руководство вуза об изменениях, происходящих в стенах института и планах, в репортаже Аллы Динаевой. Тексты из Священного Корана читают наизусть. Сейчас у студентов Карачаево-Черкесского Исламского института имени имама Абу Ханифа идет сессия. А в здании учебного заведения начались ремонтные работы ряда помещений. Ректор института, он и прораб, и инициатор позитивных изменений Мухаммад Бачаев рассказывает, что начали со столовой, металлические трубы водопровода и отопления заменили на пластиковые, напольное покрытие подготовили под плитку, теперь начнут отделку стен. Много извести, но вот сыпется, и сюда нанести штукатурку, это просто не слисообразно, поэтому мы хотели, решили, отшить, в дальнейшем, чтобы трещин там, этих, ничего не было, и покрасим, обработаем. А затем установим вентиляцию, хотим успеть завершить ремонт столовой к концу студенческих каникул, а они в нашем институте с 22 января до 7 февраля, говорит ректор вуза. Выпускать грамотных имамов и богословов задачи Исламского института, а создать комфортные условия для их обучения и проживания очень важно, ведь... Богословие требует большого внимания, чтобы человек правильно все понимал, и весь этот процесс находился под контролем учителя, наставника, можно так сказать. Не только уроки взял и ушел, и самостоятельно, а именно будут после уроков собираться, после предвечения намаза, и под наблюдением учителей будут проводить свои уроки. А собираться вместе на занятия планируют в этом актовом зале. В апреле прошлого года Мухаммад Батчаев назначен ректором Исламского института. Все лето искал возможность и средства, чтобы начать ремонт. Нашлись люди, которые откликнулись, спасибо им. Состояние здания не позволяло ждать до весны, и ремонт пришлось начать зимой, делится Мухаммад Хаджи. Тяжело, конечно, но когда делается все ради удовольствия Всевышнего Аллаха, то любые тяжести превращаются в легкость. Мы начали, сейчас посмотрим, все в руках Аллаха, и очень надеемся на благотворителей нашей республики. Сейчас ремонтируют два кабинета для преподавателей, но и остальные помещения Исламского института и само здание нуждаются в ремонте. Предстоит обустроить и двор, но до морозов успели спилить восемь сухих тополей, выкорчевать корни и выровнять территорию двора. У нас заборы будут сноситься, хочу прозрачные заборы, куланные заборы, чтобы это здание не было закрыто, там замкнутым. Это же исламское заведение, пусть оно будет открыто. Карачаево-Черкесский исламский институт – один из самых старейших вузов на Северном Кавказе. Образован в 1993 году и является негосударственным учреждением профессионального образования России. Обучение и трехразовое питание бесплатное. Иногородним предоставляют общежития. С помощью жителей республики проводят ремонтные работы и в дальнейшем надеются на поддержку людей. Помогают, да? Помогают, конечно. Там и старые, и молодые, и пенсионеры приходят иногда. Большинство, что интересно, кто помогает, он всегда просят. Вот ради Аллаха, никому не говорите, мы это делаем ради Аллаха. Не хотим, чтобы кто-то это знал. И большинство так говорят. А главная задача вуза, чтобы наши студенты были самые лучшие в мире. Мы ставим такие цели и хотим достичь этой высокой планки, говорит ректор Исламского института Мухаммад Батчаев. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.